Думаю, это было просто ее будущее, которое не имело значения. Я практически уже не помню, что делал в той ночи. Я, наверное, просто сидел и смотрел, как она когда-то. Все это время ни о чем не думая и ничего не делая. И тогда случилось это. И наш малыш снова проголодался. Но уже не было никого, кто мог бы накормить его. Не было той еды, в которой он нуждался. Всю свою жизнь я только и видел, как Гиена голодает. Мне не мог допустить, чтобы голодал и он. И не только потому, что он мой сын. А потому, что он был и сыном в Шэнзи. Он был всем, что осталось у меня от нее. И я должен был продолжать бороться ради него. У меня не было выбора. Поэтому я пошел туда, куда и должен был. И отнес его туда, где у меня мог бы быть шанс найти помощь. Когда мы добрались до границы земель Прайда, там не было ни одного льва, охраняющего ее. Не было никого. Кому можно было бы объяснить ситуацию? Никого, кто мог бы сначала выслушать меня, прежде чем разорвать иначе. И не смог дождаться, пока кто-либо из-за львов появится там. Поэтому пошел дальше. Я не знаю, как далеко мы пробрались. Думаю, не очень. Всего через несколько минут мы уже были там не одни. Если я еще слышала того гепарда, да. В траве я благодаря своим большим ушам. В тот момент единственным возможным вариантом было просто скользнуть от него. Потому что решать ей никак не получится. Потом оказалось, что он уже был не один. Львицы, охраняющие эту границу, учили запаха прайда зира, который находился неподалеку. А прошлой неделе она отправляла разведчиков на окраину чужей зимы. Недалеко от слоновой кладбища. Аж охранники отправились исследовать запах. Вот почему их не было на своем посту. Когда вы пришли? Я подумала, может быть, ты работал с зирой, поэтому вторгнулся в земли прайда. Нет, думаю, можно с уверенностью сказать, что я не имея обращаться с кошками. Но вы все равно пришли сюда. То, что это был ваш лучший выбор. А потом я все испортила с этими гепаратами. Возможно, мы могли бы поговорить с ними об этом. Наверное, мне не следовало так поступать. Они встали между тобой и твоим дитя нашим. Это не сомнится с тем, что ты вторгся в эти земли. Ты увидела, что твой сын в опасности, поэтому сделала все для того, чтобы обезопасить его. И неважно, какой сыной. Так бы я поступила к ожидатице. Будьте он и на твоем месте. Если бы мы только могли вернуться назад, начать все сначала, зная, как все закончится. А бы сказали Шраму нет. Королева нашла того, кто позаботится о нем. Это заняло некоторое время. Она даже пыталась накормить его другой едой. Но его накормили как следует. Сейчас он в полном порядке. А что будет потом? Куда он должен будет уйти? Никогда он останется здесь, с Калопрайда. С нами. Мы позаботимся о нем, что будет в безопасности. И счастлив. Даю слово. Ты делаешь это все ради него. Не так ли? Да. Спасибо. Как зовут твоего щенка? Джанджи. Ловкий. А как звали? Твоего малыша? Копа. Мне очень жаль. Прости за все. Я прощаю тебя. И ты в меня прости. Все в порядке. У меня есть еще один вопрос. Куда попадает Гена, когда они после... Становятся тенями, чувак? Привет, чемпион. Тебе уже лучше. Не голодный. Знаешь, ты действительно ловкий малыш. Я точно никогда бы не додумался так прятаться от тех гепардов. Но тебе больше не нужно об этом беспокоиться, Джанджи. Так что можешь свинуться калачком и заснуть, если хочешь. Ай-ай-ай-ай-ай, пой, не плачь, потому что поют и радуются. Милые маленькие следички. Я люблю тебя, малыш. Львы, чувак, большинство из них заставляли меня жить, как крыса. Но один позволил мне уметь, как спорой. Думаю, это довольно забавно. Ты находишь это забавно? Не так ли, Эд? Не так ли? Женщик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!